Всем привет, меня зовут Катя, и я такая тут сейчас вся красненькая, я бегала, наконец-то! Давно этого не делала, и чувствуется, конечно, что пипец, делать это надо чаще. И с вами итоги месяца, ноябрь. Ноябрь был, конечно, какой-то просто для меня такой, опять же, ничего не помнишь, но он очень большой. Итак, секундочку. И вообще, я сейчас себе масочку налеплю. Я должна же быть нормальным девочкой-блогером, которая всякое говно на лицо клеит. И хочу начать с того, что вчера у меня было состояние просто, конечно, жесть. Короче, мне тут звонили. Курьер Сазона должен скоро приехать. Вот очень-очень буду ждать. В общем, немножко начнем с того, что запросы в космос правильные надо отправлять. И в моей жизни появился человек, который немножко взорвал мне мозг, но сделал это очень-очень правильно. Потому что... Та-да-да-дам-та-дам! Ну, как вы все знаете, я активно развиваюсь, расту. Да, конечно, адовый будет этот вложек, итоги месяца. Вот с Катей такой вот... Короче, вообще, мне задают такие вопросы. Меня пинают в нужном направлении. Даже я сама себя просто пинаю из-за того, что получаю такие правильные вопросы. И это просто вот у меня разрыв шаблона был вчера, когда я поняла про себя многие-многие вещи. Почему у меня вот энергии нету все последние дни. Потому что реально в ноябре я вроде много всего делала, но я как-то очень-очень выдохлась. И не получаю, так сказать, назад энергию свою. Потому что нормальный процесс — это когда ты... Блин, это просто ужасный будет влог, но я начала. Извините. Нормальный — это когда ты много-много делаешь, работаешь и получаешь обратно свою, так сказать, энергию новую из мира. А я этого нифига чуть не получала. Господи, какая я страшная. Вот у Лены Крыгина всегда красивая в масочках, а я какая-то... Я зато побегала. Слушайте, это правда очень смешно. Блин, я, наверное, ее сниму или потом продолжу влог записывать. В общем, такое вот вступление. Вот у меня, мне кажется, жизнь должна очень-очень интересно пойти в следующее время. Вот. И пока расскажу вам, что вообще происходило за этот ноябрь. Во-первых, так как я прохожу курс сейчас финансовый у Норны, я стала больше записывать в свои итоги месяца каких-то вещей. То есть даже если я просто с ребенком круто там после садика сходила в кафе, мы там что-то купили, короче, вот я вот это вот тоже все записываю. И в итоге у меня пунктов, короче, больше 150 за этот месяц. Я пока подготовилась, так и думаю, блин, сколько всего произошло. И это на самом деле еще более круто, чем просто вот какие-то такие, ну, типа, значимые какие-то большие события, типа какие-то большие покупки, какие-то там концерты, киношки и так далее. И я поняла, что, блин, да, классно. Вот. И курс вообще Норны мне очень нравится. Вот. Мне нравится, что он длинный. Мне нравится, опять же, какие вопросы приходится задавать самой себе. Мне нравится информация, которую я получаю. И вообще нравится то, как у меня уже складываются взаимоотношения с финансами. Вот. Помимо того, что реально как-то начали опять какие-то странные новые источники дохода появляться, и я там всякие счета пилю там у меня. Ну, короче, очень-очень я сейчас уже это... Серьезненько. Вообще, у меня, в принципе, всегда было хорошо. То есть, я не такой человек, который, о, типа, куда там все деньги улетели. Вот. Нет. Но сейчас вот еще как-то все лучше происходит. Короче, я довольна. Я, естественно, запишу отзыв, но этот курс, мне кажется, он в январе, по-моему, закончится. Он идет долго, что тоже очень-очень хорошо. Вот масочку, когда мажем, руки тоже остается все это дело. Вот. И опять же, я побегала очень хорошо с гантельками. Единственное, точнее, мне было после пробежки прям не очень хорошо, потому что я давно не бегала, еще как-то плохо себя чувствовала. Но все путем. Господи, какой я вам тут бред наговариваю. Давайте уже я буду переходить быстрее к итогам месяца. Короче, я в этом месяце много шила. Вот. Судя по моим видосам, которые есть, я шила наволочки, шила подушечку для иголок. Я даже тут записала кофту, короче, Бэби Бону, игрушкам тут всем одежду понашила, постельное белье для Барби. Вот, кстати, Барби как раз Даше вручила. Вот. В общем, просто я шила и шила. И также я опять же решила заняться домом, потому что это очень важная для меня история. Я стала опять что-то разгребать вещь. И каждый раз я удивляюсь. Вот ты вроде разобрал, но нет, надо каждый день просто через день по какой-нибудь полочке постоянно разбирать. Хотя бы по чуть-чуть, потому что все время ты найдешь, что выкинуть. Иногда сразу выкинуть тяжело. Но когда ты методом самые ненужные выбрасываешь или кому-то отдаешь, то вот лучше это распиливать на несколько дней и реально вот выкидывается и выкидывается. Так. Короче, курьер с Азона приехал. Я встречаю и говорю, слушайте, не пугайтесь. Я в масочке говорю, а, мне непривыкательная жена ходит с этим, еще какие-то под глаза, говорю, патчи. Да, да, патчи. Слушайте, все, мне это вот, мне это не нравится, если честно, я это все сниму. Пусть я буду лучше такая вот красивая. Короче, домом занимаюсь, это очень-очень круто. Я вообще, вот правда, очень-очень чувствую себя хорошо, когда выкидываю. Очень хорошая книга есть. Магическая уборка Марии Кондо. Если кто не читал, пожалуйста, вот прочтите, если кого-то вот мучает этот вопрос. Что еще было? Также помимо физического барахла, очень важно еще тоже чистить свои заметочки всякие. На компьютере файлы ненужные. С этим у меня, кстати, неплохо. Но вот заметки я удалила штук 200, наверное, которые уже не актуальны. Некоторые просто там соединила в одну, когда у меня там, знаете, 10 заметок на одну тему, которые, в принципе, в один файл можно объединить. Вот этим я тоже занималась. И это тоже очень прочищает мозг, во-первых, потому что ты что-то находишь старое, что-то находишь старое ненужное, удаляешь это, тоже вот прочищала вот в этом месяце себя активно вообще во всех сферах. Вот с компом, слава богу, у меня вроде все нормально. Я рабочий стол не засираю. Ну, точнее, иногда бывает, но очень быстро сразу все вот удаляю ненужное. Также на курсе была рекомендация по книге «Деньги идут женщинам на пользу». Я ее скачала, я уже половину прочитала. Мне тоже очень нравится. Там очень хорошо вот пишут про взаимоотношения женщин с деньгами, как это вообще обычно происходит в семье. Есть там определенная модель финансовая, типа, почему там у мужчин такая история, почему у женщин другая. Тоже очень так вот интересно и многим будет полезно. То есть у меня вот подружка Лена, она говорит, блин, мне вообще это обязательно надо. Вот. Короче, тоже читаю. Тоже там много практических заданий, но практически все они были на курсе и я их уже делала. Вот. Что тоже хорошо. То есть читаешь и не надо ничего делать. Блин, есть захотела, а. Кстати, я после пробежки фигачила себя еще с щеткой для сухого массажа. Я, правда, делала это не на сухую, а после того, как нанесла какой-то там жиросжигающий крем практически на всю себя. Вот. Кроме, конечно, чтобы все там осталось. И это классно. Это прям вообще, то есть так вот прям скрабишь свое тело. Это, блин, вот кайф. Я вот реально сейчас на таком прям как будто после крутейшего спа. Ну и, конечно, это. В этом месяце я тоже поболела. Я словила ротовирус. У меня потом начались какие-то простудные сопли. Опять там гайморитная история начала развиваться. Это было вообще отдох, потому что ротовирус у меня продолжался как-то в двух частях. Сначала я вроде поболела, поблевала. Вот. И вроде отпустила. Но нет, не долечилась, так сказать, тело не доборолось. Потому что через неделю меня опять накрыло. Но уже с температурой под 40. И это, конечно, было весело. Но, слава богу, недолго. Но в такие моменты я всегда радуюсь, что типа, ну, схуднула хоть. И да, схуднула. И несмотря на то, что мне казалось, что я давно не бегала, мне прям кажется, что я итоги ноября не почистила после вот октябрьских. Потому что в этом месте я набегала, ну, кстати, немного, там 25 километров. Но 25 километров я бегала с гантельками. И это хорошо с гантельками. Кстати, реально тема бегать, потому что я быстрее устаю. То есть, получается, я меньше времени трачу на свою пробежку. Вот. И больше энергии трачу. И вот с таким прям, вот с таким износом, как я люблю. Короче, тоже очень довольна в этом плане. И реально я сейчас вот, когда перечитала все свои итоги месяца, я поняла, что как я вообще довольна, что я записываю итоги месяца. Мне кажется, я каждый раз об этом говорю, но каждый раз, правда, это дикое удовольствие. И очень круто, что у меня есть такая история. Я надеюсь, у вас у всех есть какие-то вещи, которые вы регулярно делаете, которые вот дают вам такой же заряд вот чего-то положительного для вас. И вот поднимает вам вообще все, что можно поднять. Перейдем к художественным моим делам. Там тоже все спокойно. Конечно, хотелось бы побольше. Вот. Но, правда, я много занималась какой-то такой отвлеченной фигней. Видимо, немножко от рисовашек живописи устала. Видите, на шитье переключалось. Но две картины в этом месяце у меня в серии есть. Это картина с шрифтом Брайля. Очень она мне нравится. В арт-пложике видели, наверное, и начала большую. Называться она будет, ну, пока рабочее название Нити. Вот. Либо Попа, как Даша говорит. Вот она у меня там стоит на дереве маслом. Там дальше еще будут элементы. Короче, вот. Надо продолжить. Она большая и клевая. Очень мне нравится. И как раз я, кстати, ходила в Леонардо. У меня закончились растворители. Ко мне, кстати, когда приходила подружка в гости. Юля, привет. Она такая, блин, у тебя так пахнет маслом. Прям как в студии растворителем этим всем. Я такая, да, да. Я тоже так кайфую. Мне так нравится. Вот. В общем, это закупилась растворителем. И купила еще масляную пастель. Потому что я масляную пастелью сверху прорабатываю еще картинки. Да, удачно. У меня был такой вот арт-шоппинг. Небольшой. Вот. Но я давно уже это не шоплюсь. Знаете, прям так, чтобы... Ой, посмотрите, какие у меня тут фломастеры. Там еще что-то. У меня такого уже нет. Беру только то, что надо. Потому что и так столько всего, что вот достаточно. В этом месяце я сделала презентацию для ТОВСов, чтобы получше, так сказать, налаживать отношения с магазинами. Это все очень хреново налаживалось. Вот. Тяжело залезть в какие-то магазины типа Республики. Потому что у меня не те обороты. И я все-таки прихожу к тому, что надо сделать уже самой сайт. Если, да, там с кем-то договорюсь. С какими-то там кафе детскими, еще чем-то. Ну, то есть есть уже такие запросы. То, да, это будем договариваться. Но в целом, видимо, должно быть все на себе. Сама буду делать. Как я не хотела, конечно. Вот. Но получается, что больше у меня продаж вот именно по запросам ко мне. С учетом того, что я активно не рекламирую эту историю. Это уже круто. И думаю, что если я как-то впишусь там в ту же самую рекламу. Вот. В инстаграме надо там с таргетом разобраться. То, наверное, будет клево. И вообще я начала еще делать новую серию тубусов с динозаврами. Вот. Я очень хочу расширить ассортименты. Я хочу делать не только раскраски в тубусах, но и такие маленькие книжечками, которые удобно брать с собой. Особенно, когда вы там идете куда-то в кафе, в ресторан с ребенком, а там нет, так сказать, детской зоны. Или там летите, опять же, куда-то отдыхать в самолет. То есть вот эта вот маленькая книжечка, которая, опять же, даже классно будет раскрашивать и взрослым. И, опять же, я хочу сделать несколько вариантов и для детей помладше, и такие универсальные для всех. И какие-то даже, может быть, просто с такими орнаментами, без каких-то сюжетов, чтобы прямо не такие вот релакс-релакс. В общем, как видите, как обычно, планов много. Вот. И история, конечно, вот с тубус крас мне очень нравится. Какая-то она прямо вот для меня очень-очень живая. И еще, мне кажется, это из-за того, что я вкладываю туда вот, так сказать, душу, когда рисую. Потому что для меня принципиально важно, чтобы это еще все было нарисовано именно ручками. Конечно, я это все обрабатываю потом на компьютере, но изначально в каждой картинке реально тонна любви. Также, конечно, преподаю. Очень-очень хорошо преподается. Я, извините, но буду постоянно себя мазать, потому что чуть-чуть подсыхает это все дело. И вот надо размазать. Занятия классные. Приходят новые дети. И все мне очень нравятся. Очень нравятся, какие они разные, какие они шедевры рисуют. И я прям просто очень кайфую. Вот, блин, это вот тема моя. Надо точно какую-то уже онлайн-школу или какие-то онлайн-уроки делать, открывать, чтобы развивать вот это направление. И вот что-то именно свое. Потому что и так есть очень классные школы. Ну, точнее, есть одна прям классная онлайн-лилско. Она мне очень нравится. И прям мне нравится подход, вот как там девочки все делают. То есть я вот у меня, в принципе, у меня также занятия все строятся. Вот, но, ну, короче, немножко другой мне хочется формат. Не знаю, насколько он будет актуален. Но, опять же, чтобы понять, надо начать. Вот, потому что, как я и люблю говорить, лучше обосраться во время шторма, чем во время прогноза погоды. Вот, что-то я заговариваюсь немножко. Со стоками в этом месяце у меня, кстати, отстойненько. Месяц вот на шаттере по продажам меньше. Ну, там не на много, типа, баксов, наверное, на 8. Просто обычно у меня всегда была такая положительная тенденция. Вот, а сейчас нет. Ну, ладно. Вот. И я ничего практически не грузила, но поделала паттерны. И вот недавно разобралась с компом, смогла опять загрузить. И, надеюсь, у меня вот все пойдет. И вообще в этом месяце я убедилась, что я очень хочу iPad, потому что Алена еще мне сказала, что в Photoshop, который на iPad вышел, можно делать паттерны моим способом. Вот это вот, отобразить вот эту вся историю. И я такая, блин, Алена, это же вот то, что я хотела, потому что меня все время волновал вопрос. Вот я хочу делать паттерны вот сразу на iPad, но вот именно таким способом. То есть просто складывать. Можно было на iPad элементы нарисовать, а потом на компе уже в Photoshop все склеивать. Нет, хотелось на iPad. И вот все это можно делать. Короче, у меня теперь одна из моих финансовых целей. Это как раз iPad потихонечку копится на него. Вот, с учетом того, что я хочу прошку большую со стилусом, он будет столько же стоить, сколько мой MacBook. Вот. Ну, ничего. Вот, накопим. Потому что если уже цель такая конкретная, желание есть, все срастется. Вот. Не знаю, на Новый год, наверное, не успею себе сделать подарочек, но вот, все будет. Вот. И я думаю, как раз у меня очень хорошо должны пойти дела на стоках, потому что в iPad, на iPad хорошо рисовать вектор. И вообще, вот, ну, как бы, все сложится. Мне кажется, реально все сложится. Продолжаю проходить курс современного искусства от Высшей школы экономики на платформе открытое образование. Все очень мне нравится. Я прям очень довольна. Легко как-то проходятся тесты. И, по-моему, в январе уже он закончится. И немножко прям грустно. Но в то же время весело, потому что я закинусь на какое-то другое обучение. У меня уже есть ссылки, так сказать, рекомендации. И, в общем, блин, это реально так вдохновляет, так классно. И вообще, конечно, вот, ну, человек должен развиваться, человек должен учиться. Потому что если ты, вот, ничего этого не делаешь, ты стоишь на месте. А стоять на месте сегодня и вообще, это значит деградировать. Потому что время идет, и ты тоже должен идти, расти, развиваться, чтобы, вот, ну, не превратиться просто в дерево. Вот. Поэтому я тоже очень довольна, что я прохожу обучение. И я, опять же, все записывала там, что я сдала тест. Что, вот, прослушала очень классную лекцию, которая меня вдохновила там на то-то, то-то. Это, в общем, блин, вот, опять, тупая какая-то будет вообще видосина. Катя такая, блин, классно, блин, классно, блин, классно. Еще я возобновила скетчбук в этом месяце. Я рисовала там фэшн, что-то я соскучилась по фэшн, наконец-то. Немножко вот разминаю руку, потому что, опять же, не рисовала много на холстах. То есть, в принципе, все логично. То есть, если в одном убывает, в другом прибывает. Вот, у нас там скетчбук уже больше половины изрисовала блокнота. Но у меня очень медленно идет процесс, поэтому я даже не думаю о том, когда я его закончу и покажу вам его весь. Обязательно это будет, обязательно. Обзор такой длительный, но пока еще не скоро. Также я стала записывать все видосы, которые я выкладываю на YouTube. И получается, что я в месяц больше 13 видео выложила. Это прикольно. Вот, я тоже с собой довольна, потому что мне хочется развивать историю с каналом. И мне очень хочется спросить, какие видео от меня больше всего вам нравятся и что бы вы хотели видеть. Может быть, стоит какую-то историю, ну не с прямыми эфирами, с прямыми эфирами я хочу. Но это немножко попозже, потому что у меня там своя такая история, идея. Вот, может быть, какие-то там болталки побольше выкладывать, там вопросы, ответы. Потому что, судя по количеству просмотров, их смотрят. Вот, в отличие от каких-то полезных, более сложных видео, там мастер-классы, которые, ну сначала набирают недавно просмотров, но потом, как бы, они актуальны, они потом и в поисковике начинают выскакивать. То есть, они вроде как бы, да, тоже полезны. Вот, но, кстати, ничего такого полезного. А, нет, я выкладывала видео про то, как сделать копирку в этом месяце. Вот, и хотел еще, кстати, предновогодний марафон замутить, но понимаю, что нет, на это ресурсов нет. Хотя очень-очень хочется. Заодно сама бы вместе с вами создавала себе новогоднее настроение. Вот, либо просто какой-то предновогодний марафон устроить, потому что уже ноябрь закончился, декабрь начинается, надо уже вообще ставить елку. Короче, если не лень, напишите, вот, что вообще нравится, вот, и чего бы еще, может быть, чего-то нового, какие-то у вас есть идеи, какой-нибудь прикольной рубрики. Вот у меня жировлок, например, мне очень нравится, очень у меня пошел. Я вот выкладывала с Дошенко, печеньки делаем. Короче, прикольно, вот. Вот, и пожрать, то есть для меня это как лишняя мотивация, и приготовить поесть, и снять это, вот, особенно еще и с ребенком нормально. Хотя, конечно, нудновато с Дошен был, я так понимаю, что... Но я это даже чисто для себя делала, потому что, ну, такая там классная, и ряжа там тоже с нами залезает. Короче, вот. Классно, когда находишь какое-то дело, доставляющее тебе удовольствие вообще по всем областям. Вот я что-то написала, листочки. И даже не понимаю, что я написала. А, это налог, короче. Я ждала все, налог на квартиру, когда придет, и письмо что-то не приходило. Оказывается, теперь будут, видимо, не будут прислать письма, и надо налоги самим на сайте смотреть. И хорошо, что я как-то это доперла. Вот, залезла на налог.ру и все оплатила. Еще, с учетом того, что перед этим где-то полгода назад я оформляла какую-то там льготу на недвижимость какую-то вообще. Ну, я рассказывала в каком-то влоге об этом. Вот. И прикольно, у меня сейчас этот налог на квартиру меньше, чем в прошлом году был. Вот. Это прям классно. Вот. И главное, что оплатила все, и спи спокойно. Потому что, блин, потом придет, что-то вы там мне платили, какие-то пени еще. Я разбила на телефоне опять стекло. Поменяла его. Я уже просто к пацанам хожу и говорю, слушайте, давайте, это уже просто невозможно скидки. Постоянно у вас там все это, все чиню. И что вы хотите? Два дня назад я поняла, что оно опять треснуло. Как? Я хожу просто на него. Нет, я хожу просто не дышу на него. Вот. И смотрю, вот какая-то трещина. Как? У меня уже думаю, может быть, это какое-то стекло такое кривое. Или сам телефон кривой. Короче, я бы реально просто не пойму это. Но, слава богу, трещина, она такая еле-еле заметная. То есть, неизвестно, сколько она дней. Вот. Поэтому, ладно, пока похожу. Еще, когда ко мне заходил Вовка потусить, они собирали тут за Дошен пазл со свинкой Пеппой, который, кстати, очень сложно. Написано 3+, но тут реально 3+, в плане года. Вот они очень долго собирали. Я вспомнила, как я в детстве очень любила собирать пазл. И мы с мамой долго вообще собирали там двух одинаковых таких котят. И это была фотография. Пазл размером 1000 деталей. И я такая, хочу пазл. Хочу какой-то сложный пазл. И что вы хотите на озоне? Я, короче, нашла это последний день Помпеи. Тысяча как раз деталей. И, ну, это вынос мозга. Сначала так процесс пошел быстренько. И вот сейчас я понимаю, что я причем там уже неправильно соединяла. Потому что там есть полностью черные заливки детали. Вот ты их думаешь, как ты их будешь класть? То есть, ну, и они вроде подходят. Потом выясняется, что не подходят, не состыкуется. Вот немножко у меня встал этот процесс. Но я хочу доделать. И, кстати, потом могу кому-нибудь подарить. Потому что, в принципе, ну, собрал этот пазл. И что с ним? Вот все разберу и дальше кому-нибудь подарю. Ну, я в Инстаграме потом выложу. Кому надо будет, тот это. Тот захочет. Я как-нибудь передам. Но я себе еще пазл заказала. Так что я думаю, что на этом дело не закончится. Также я очень рада, что я возобновила участие в Добрых Субботах. И, конечно, по-нарожку, когда она выкладывает каждую субботу пост, такой благотворительный, где публикует информацию о сборе, который будет проходить в этот день. И я раньше всегда участвовала в этом, но как-то, я не помню, в какой момент, ну, почему-то перестала. То есть у меня там, я даже помню, по-моему, когда сидела и понимала, что, блин, у меня там на карте, типа, вообще там 500 рублей и, ну, типа, не сейчас, не могу. Вот. И сейчас я полностью эту историю как бы от себя убрала и поставила даже себе напоминание, чтобы каждую субботу делать перевод. И это вот как-то тоже, ну, меня очень порадовало, что я опять вписалась в эту историю. И вообще, конечно, хочется еще где-то так вот отдавать, вот, даже не финансово, а вот именно что-то делать такое полезное. Я думала много на эту тему и, ну, блин, я просто не очень люблю говорить на тему благотворительности, хотя, опять же, начала сама, вот. Но, короче, в общем, надо мне подумать, что-то вот хочется делать именно делать, вот. И, ну, а у меня ресурсы есть для этого, как бы, возможности. Ну, а сейчас давайте перейдем к тому, что смотрелось в этом месяце. Я пересмотрела Гарри Поттера всего. Я все-таки его обожаю. И особенно последней части, особенно часть, когда этот... Северус. Северус. Вот. Умирает. Я прям просто, я начинаю реветь. Вот. Мне просто вот это вот, я не знаю, сколько там, чуть ли не... Ну, не полчаса, там, не знаю, минут 20, наверное, длится весь этот период, когда его убивают, с воспоминаниями, и это, конечно, вот супер моя любимая сцена. Вот. Пересмотрела, очень довольна. И даже, кстати, Даша со мной его смотрела. И мы с Дашен смотрели мультики, все, мы начали смотреть полнометражные истории. Ну, нас, конечно, не хватает надолго, но мы перед сном. Я беру ноут, и, ну, хотя бы там минут 20, 30, короче, на сколько ребенка хватит. Вот. И меня, потому что детские мультики, они, конечно, ну, не все классные. Но вот я посмотрела Остров собак. Очень классный, очень классный он сделан в плане дизайна. Вообще, то есть, ну, он такой прям очень стильный. Я давно таких стильных мультфильмов не встречала. Если кто не смотрел Остров собак, рекомендую. Также мы посмотрели из мультиков Русалочку, Короля Льва. И потом в один из вечеров, когда Даша уснула, я посмотрела Ангела Чарли. Вот. Я в кино до них так и не дошла. Я сняла даже видеообзор, он еще пока не вышел, надо его смонтировать. И, ну, да, конечно, есть такое разочарование. Вот. Кирсон Стюарт, правда, классная, я ее люблю. И она там улыбается. Вот. Из-за этого можно посмотреть. А то все по поводу сумерков, типа, вот это все вечно. Открытый рот и Белла никакая. Вот посмотрите другие киношки с ней. Она там очень даже... Ничего. И добралась я до Ютуба. Полноценно как так добралась в этом месте, что я даже посмотрела Дудя. Я посмотрела с Долгополовым. Это такой стендап парень, стендап комик. Очень приятный мальчик. И мне очень понравилось, насколько он открытый, насколько он принимает себя. И как ему вот удалось, несмотря на то, что он рос с таким папой, который типа, там, бокс, мужик, там, все дела. А он совершенно другого плана. То есть чувак, который хотел пойти на бальные танцы. Вот. И, ну, в общем, интересно. Я рекомендую посмотреть. И также классный выпуск у Дудя с физиком. Батыгиным, по-моему, да, его фамилия. Тоже очень классный выпуск. Легко смотрится. Быстро рекомендую посмотреть про то, как чувак пытается открыть девятую планету. Вот. И там есть интересные мысли на тему того, точнее, даже не мысли, а такие утверждения, что, ну, Землю надо держать в порядке, ухаживать за ней, потому что куда-то колонизировать типа Марс не получится. Эта вся история, как бы, она нереальна. Вот. По крайней мере, там, ближайшие, я не знаю, там, 300-400. Ну, вообще, он сказал, что в принципе, как бы, нет. Вот. Короче, рекомендую. Обязательно посмотрите. Также я посмотрела Собчак с Валерией Гайгерманикой. Это было очень забавное интервью, потому что Лера, там, она беременна на последние месяцы. И видно, ну, блин, ну, все тёлки, когда вот последние месяцы беременности, это просто, типа, чё там, какая это форма, там, квадрат, нет, это овал. Ну, то есть, это реально такая тупка. Я по себе знаю, это очень забавно, очень смешно. И вот Лера, там, такая, и Собчак, там, короче, ну, такая, она тоже забавная, как будто, знаете, сама такая беременная ходит, какая-то такая очень деликатная в то же время с ней. То есть, вот, нет какого-то такого поноса, который обычно от неё может идти. Вот. Но есть, там, смешные моменты, когда, типа, про роли они разговаривали, типа, как кому там дают роль, блин, батарея садится. И Валерия, ну, говорит, типа, ну, вот, то, что, типа, да ты сама мне попросила роль Собчак. Такая, нет, ну, ты что, такого не было? И понимаешь, что, ну, всё понятно, как там, что было. И ещё я посмотрела интервью «А поговорить» с Быковым. Я работала на Сити-ФМ, где, собственно, у Быкова было своё шоу. Это было очень забавно, то есть, мы как-то так сталкивались со многими интересными ситуациями с Быковым. И затрагивалась там вопрос его жены. У него сейчас супруга, 97-го года рождения. Вот. Я не особо была в теме его личной жизни, но тут спросили, и он такой, типа, я там не буду говорить. Вот. А перед этим он говорил, что, типа, вот там жена со мной постоянно ходит, она там и снимает мои лекции, то-то, как бы она вот постоянно со мной. И я такая думаю, ну, странно, вроде у неё как бы была супруга, там, ну, как бы, что она таскается, там, на все его обучалки и лекции эти. Вот. Вот. А потом выясняется, что у неё новая молодая жена. И я помню, что Быков был окружён просто постоянно своими студентками. Ну, да, то есть, это как бы вот... Они прямо ходили все, вот, типа, Быков, Быков, Быков. И понятно, что она теперь ходит с ним, потому что, ну, слушайте, свою, как бы, территорию надо охранять. Вот. И, ну, это так как-то было забавно и смешно. Вот. Это вот, наверное, больше всего, что мне запомнилось в интервью. Вообще интервью какое-то очень странное получилось. Быков как-то себя очень странно вёл, не знаю почему, потому что Шихман, ну, классная, можно было спокойно с ней побеседовать. Чего-то он этого не сделал. Вот. Ещё там был про рынок шкур выпуск у этого Малахова. Но это как бы уже такая тема, которую все измусолили, поэтому мы даже не будем её начинать. Всё, у меня садится батарея. Спасибо большое, что посмотрели. Я очень рада, что я записала это видео и очень-очень вас всех люблю. Расскажите, пожалуйста, как у вас прошёл ноябрь. Он у вас тоже был такой резиновый, как у меня, либо это только у меня. Вот. И вообще, что было классного. Вот. Надеюсь, вы не болели, никаких ротовирусов у вас не было. Я очень-очень быстро говорю, потому что сейчас батарея сядет. И ещё раз спасибо, что посмотрели. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok